здравствуйте прежде всего я хотела вас поблагодарить за возможность сказать что-то об алёше когда мы с алёшей работали над песней у нас достаточно много времени ушло многие люди там говорят что там за пять минут песню написали там или стишок написали за пять минут ну да написать то написали там и мелодия может прилететь пока спишь и часто это бывает что пока спишь к тебе прилетела мелодия но вот работать над песней это уже другое дело у нас с алёшей получилось как мы готовились к берлинскому фестивалю куда был приглашен приглашенный алёша до этого я его не знала когда увидела список артистов и я стала гуглить и я буквально обомлела когда я увидела алёшиной работы у него уже тогда были прекрасные песни у него были роли правда к сожалению я всего спектакля не видела не нашла нигде не прогугли гуглила но всего спектакля я нигде не нашла а вот кусочки кусочки когда я гуглила кусочки спектаклей там видимо зрители смотрели и выкладывали в интернет я увидела то есть уже в то время я просто обомлела от того сколько у этого человека у этого красивого человека сколько у него талантов то есть он прекрасная певец у него прекрасный голос тембор у него поставленный голос я видела что он пел в хоре в хоре даже видела выступление правда я тогда сразу не узнала но я просто гуглила людмилу зыкину это моя одна была из моих любимых певиц и я время от времени при пересматривала вот и там значит я как-то слушала одно выступление вот одно из ее последних а может быть последняя и там значит два молодых человека в хоре и и придерживали и ну и хор подпевал ну и выяснилось что один из этих молодых красивых людей это был алексей петрухин я просмотрела кто написал ему эти песни я увидела что оказывается музыку к этим песням написал он то есть он не только исполнитель но он еще и пишет музыку сам то есть у него были песни написанные им самим я от всего этого настолько обомлела что столько но столько талантов и при этом такой скромный человек вот когда же мы с лёшей познакомились это все через интернет было через ватсап естественно мы с алёшей так до сих пор на его мы с ним по не встретились все все случается в интернете спасибо тому человеку который подарил человечеству интернет вот и когда мы стали общаться и он выразил желание я выразила желание поработать вместе когда мы стали общаться поговорили о жизни о том о сём я еще и узнала что он отец троих детей это тоже большой плюс был и я подумала как он все успевает и я тогда еще больше обомрела потому что я думала как он все успевает когда он все это делает то есть песни запи написать песню записать песню сделать аранжировку это колоссальный труд просто колоссальной так что никогда не верьте тому кто там сказал что за пять минут сделали песню потому что надо аранжировкой надо работать надо работать подбирать инструменты пробовать то 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 сё то это не так пошло то то не так пошло то там еще чего добавить ну и когда мы Мы с Алешей стали обсуждать, на какую тему нам написать песню, и что нас, допустим, объединяет. Во-первых, Алеша провел детство в Казахстане, и я тоже моих родителей забросила когда-то в Казахстан. И я училась в школе в Казахстане. И этой земле я бесконечно благодарна. У меня до сих пор там много друзей, как и у Алеши. И мы стали думать, что мы, может быть, напишем песню, посвятить ее Казахстану. Ну вот как-то спасибо, я Алеше говорю, у меня такое желание написать песню. Спасибо этой земле, там был прекрасный хлеб, там остались друзья и так далее, и так далее. У Алеши тоже было такое желание, но мы не нашли тогда текста. Потом еще было желание, значит, написать хорошую современную песню. Спасибо мамам, но моей мамы уже тогда не было в живых, и меня просто бомбило внутри от того, чтобы, ну что я ей недостаточно спасибо сказала, понимаете, недостаточно ей поблагодарила за то, что она мне столько сделала, столько дала, открыла глаза на многие вещи, на арт и так далее, и так далее. Алеша тоже самое, потому что у Алеши мама творческий человек, и мама прекрасно поет, как я от Алеши узнала. И у него было то же самое желание сказать, поклониться маме, сказать спасибо. Ну и вот стали об этом думать, стали искать тексты, и тут Алеша говорит, что вот у него есть четверостишье от Ирины Трофимовой. Я стала гуглить, кто такая Ирина Трофимова. Как-то оказалось, что мы, оказывается, уже были в друзьях в Фейсбуке, я стала проверять, ну, как-то более пристально смотреть. Она, оказывается, великолепный режиссер, она ставит фестивали, то есть прекрасный организатор, тоже, походу, ну, похоже, что светлые души человека, как и Алексей сам. И, ну, в общем, такое было предисловие, как бы, и я говорю, давай-давай, показывай. И там были вот четыре строчки, по-моему, или шесть, что ли, было строчек, по-моему, четыре. Очень хорошие слова. Вот с этого и началась песня. Вот, потом дальше Алеша отправил Ирине Трофимовой, чтобы она дописывала. Потом мы там что-то меняли, еще просили ее что-то делать, или там сами там над каждым словом. Но здесь, вот, когда мы работали над этой песней, «Руки мамины», да, ну, вы поняли, о чем идет речь, то я поняла, что Алеша еще и поэт. Потому что, когда я посмотрела, как он работает над каждым словом, как он его пропевает, и когда мы работали над текстом, когда надо было что-то поменять, если нам что-то не нравилось, работа была такая приятная, щепетильная. Он, Алеша, очень щепетильный, очень. И даже вот когда уже песня была почти готова, и тогда Алеша звонит и говорит, «Слушай, как ты думаешь?» Вот, ну, там, потому что название стиха у Ирины Трофимовой было «Мамины руки». И меня это устраивало. А Алеша говорит, вот смотри, «Мамины руки» – это как бы уже такое затертое. Я говорю, ну, а как еще? Алеша говорит, «Руки мамины». И вот понимаете, «Мамины руки» – это тоже все прекрасно, это, ну, просто чудо тоже, «Мамины руки». Но когда «Руки мамины», это уже тоже как бы, когда ты подчеркиваешь это, и какое-то такое уже другое, какое-то слегка другое такое значение открывается. А мне это сразу понравилось. Я Алеше говорю, все, договорились, «Руки мамины». Ну, в общем, вот такая вот была работа над песней. Потом началась аранжировка. Алеша записывал песню у Надежды Бабкиной в студии. Там тоже было очень интересно, как он подбирал инструменты. У него, конечно же, прекрасная группа, прекрасная группа, но вообще все ребята у него прекрасные. Они прекрасные музыканты, как и Алеша сам. Алеша – прекрасный музыкант. Настолько вот с ним было приятно работать и по мелодии, и по гармонии, на припеве, сколько мы проговорили, по куплету, по припеву. И вот он делал аранжировку, и ребята это записывали. Огромное всем спасибо за поддержку, которая была оказана при записи этой песни. И, наконец-то, песня была готова. И, в общем, вот так вот все это произошло. Все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова